При новогодний развод в Челябинске появился новый способ мошенничества. Жителям звонят якобы сотрудники банка и предлагают оплатить кредит по телефону. Ссылаются при этом на новогодние праздники. Якобы очередной платеж лучше внести накануне каникул, чтобы не было проблем. У доверчивых граждан при этом выспрашивают и номера банковского счета, и пароли, и пин-коды. Подробности у Марии Агеевой. Можно по телефону оплатить, если есть карта виза или мастер-карт любого другого банка. Зачем? Очень удобно, не нужно ехать в банк, многие клиенты платят домашние условия. Запись этого разговора Алексей Ткаченко специально запросил у оператора. Мужчине позвонила якобы сотрудница банка и предложила оплатить кредит по телефону. Попросила назвать номер, карты и коды. Алексей заподозрил обман, ведь этих данных достаточно, чтобы оплатить любую покупку в интернете. Но прекращать беседу челябинец не стал. Назвал данные старой карты. Решил придать случай огласке, чтобы на уловку не попались другие. Очень часто слышал истории от своих знакомых, что чья-то бабушка или даже не бабушка попалась на такое мошенничество, что деньги на что-то у нее попросили. И люди верят. В Челябинске появился новый вид мошенничества. Обманщики представляются сотрудниками банка. Заявляют, скоро Новый год и кредит желательно оплатить пораньше. Предлагают тут же ввести данные карты по телефону. Причем звонят не наугад, а конкретным людям, у которых действительно есть кредит. И представляются сотрудниками нужного банка. Впрочем, в самом финансовом учреждении уверяют, клиентов накануне Нового года не обзванивают. И услуги платежей по телефону не оказывают. Оплатить кредит можно только привычными способами. В офисе банка, через терминал, сайт кредитной организации или с помощью мобильного банка. А распознать мошенников можно по их вопросам. Банк никогда не будет спрашивать такие вещи, как номер карты, потому что он у нас есть, пин-код, потому что он нам не нужен. Банк не будет спрашивать никакие кодовые слова, секретные пароли. Этого никогда банк спрашивать не будет. В полиции Челябинска заявления от пострадавших по новой схеме пока не получали. Но на всевозможных телефонных мошенников им жалуются каждый месяц. Как правило, только если речь идет о крупном ущербе. Статистику обращений вести трудно. Слишком много разных схем. Когда раздается звонок якобы из банка, жителям советуют быть на стороже. И не называть никаких личных данных. Лучше сразу обратиться в свой банк, чтобы уточнить ситуацию со счетом и платежами. Или писать заявление в полицию. Возбуждаются уголовные дела либо по части 1, либо по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Наказание предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Алексей Ткаченко готов начать разбирательство. В связи с мошенниками даже подозревает банк. Уверяет по телефону, неизвестная женщина назвала и его имя, и номер кредитного договора. Теперь мужчина хочет знать, как данные попали к обманщикам. Хотя эксперты уверяют, связь может быть и непрямая. Данные обманщика могли передать посредники. Например, сотрудники магазина, где оформлял кредит Алексей. Мария Геева, Павел Чернега, Антон Захаревич, ОТВ.